Добрый вечер, уважаемые пользователи соцсетей. Начнем наш прямой эфир. Меня зовут Финакурова Антонина Борисовна. Я являюсь председателем Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия. Вначале я хочу вкратце рассказать, чем мы занимаемся, что регулируем. В целом у нас в Республике регулируется 33 вида различных тарифов и цен в различных сферах. В регулируемых организациях у нас насчитывается сейчас 1121, из них 726 – это сфера ЖКХ и электроэнергетики. Ежегодно мы утверждаем свыше 36 тысяч тарифов. Связано это с тем, что мы утверждаем тарифы на долгосрочной основе, то есть каждый год считаем на несколько лет. Из них из 36 тысяч 11700 – это тарифы по тепловой энергии, и 11500 – это тарифы на технологическое присоединение к различным сетям. Хочу сказать, что нашей организации исполнилось 55 лет в прошлом году, в конце прошлого года. Мы ведем отсчет, начиная с 1 октября 1966 года, когда при Госплане Совмин и АССР был образован первый отдельный отдел по ценообразованию. Прошедший год. Прошедший год, если говорить про инфляцию, то назову такие цифры. В целом по Российской Федерации инфляция по состоянию на январь-ноябрь сложилась на уровне 6,5%, а по Дальневосточному федеральному округу 5,8%, а по Республике нашей 5,5%, то есть ниже, чем по Дальнему Востоку и по Российской Федерации. Если из нее вычленить инфляцию именно по продовольственным товарам, то тут цифры выше. По России это 8,2%, по Дальнему Востоку 7,3%, по нашей Республике 5,9%. Конечно, это в первую очередь связано с тем, что у нас завоз на основную долю потребления осуществляется летом за раз, поэтому то, что с колес растут цены, это мы ощущаем позже. И в то же время есть еще один фактор, о котором я хотела бы остановиться, это то, что мы воспользовались правом утверждения торговых надбавок на продовольственные товары. Это право дано только регионам Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза товаров. И здесь эти торговые надбавки утверждаются на основной перечень товаров, не на весь, а на основной. И идет контроль за соблюдением этих надбавок. Если говорить об экономически обоснованных тарифах, в целом я хочу сказать, что, конечно, экономически обоснованные тарифы большую долю нашей работы занимают, но тем не менее, есть еще, мы утверждаем, льготные тарифы для населения на коммунальные услуги. Если говорить об экономически обоснованных тарифах, то у нас по тепловой энергии на 2020 год тарифы выросли на 10% по водоснабжению на 12,9% и по водоотведению 8,6%. Здесь в первую очередь сказалось именно рост цен на нефть и на уголь. Был беспрецедентный рост цен на нефть и на уголь. Но для населения тарифы формируются совершенно по-другому. Они не зависят, практически не зависят от уровня экономически обоснованных тарифов. И мы их утверждаем в рамках тех пределов, которые до нас доводит правительство Российской Федерации. И на 2021 год, и на 2022 год нам доведено 6%. В пределах этих 6% мы смотрим каждое муниципальное образование, каждый вид услуг, каждое предприятие и смотрим и утверждаем тарифы таким образом, чтобы в итоге по республике не перешкалить 6%. Помимо этого есть еще другой предел, называется он предельное отклонение по муниципальным образованиям. Он у нас составляет 2,4%. То есть мы считаем таким образом тарифы, чтобы ни в одном доме не получилось роста совокупного платежа граждан больше, чем на 8,4%. Вот такие у нас подходы. Так, вопросы начинают поступать. Стоимостью лекарств кто занимается? Да, сейчас это, конечно, животрепещущий вопрос для нас в связи с пандемией. Лекарства у нас делятся на две части. Есть такой список федеральный, называется жизненно важные лекарственные препараты. Туда входит около 700 наименований лекарств. Регулированию подлежат цены только на эти виды лекарств. Это первое. То есть надо знать, то или иное лекарство относится ли оно к регулируемым видам деятельности. А стоимость самих лекарств, изготовителей, подпадающих под этот список, они согласовываются на федеральном уровне, в федеральной антимонопольной службе. А вот именно надбавки, торговые надбавки и оптовые, и розничные утверждаем мы на своих территориях. Это каждый субъект утверждает на своих территориях, исходя из транспортных расходов и так далее. Таким образом, можно сказать, что на основную долю самых важных лекарственных средств у нас идет полное регулирование. Ну, проверки здесь бывают у нас, часто бывают проверки по ценам на лекарства. И здесь я хочу сказать, что это самый дисциплинированный вид товара, на который обычно не бывает нарушений, потому что у всех аптек стоят уже утвержденные программы, которые просто не дают им утвердить цены выше, чем положено. Поэтому вот по лекарствам вот такая ситуация. Почему вообще растут цены, да, спрашивают? Ну, конечно, вопрос риторический, я понимаю. Дело в том, что мы после перестройки перешли с плановой экономики на рыночные ценообразования, где на основные товары цены диктует рынок. То есть цены зависят от спроса и предложения. Чем выше спрос и меньше предложения, тем выше цена. И наоборот, чем больше предложения и меньше спроса, тем ниже цена. Поэтому на основные виды товаров, конечно, цены не регулируются. И у нас есть строго очерченный список федеральным законодательством, на которые мы имеем право регулировать тарифы. Их я насчитала вот в нашей республике, я еще раз говорю, 33 вида цен и тарифов. Все, что туда не входит, мы не имеем права вообще регулировать. А почему растут цены? Потому что, допустим, те же предприятия ЖКХ или те же, допустим, газовики, энергетики, они, чтобы в своей работе, они используют различные топливные ресурсы, производственно-технического назначения товара используют. Вот на них, к сожалению, цена не регулируется. Из-за этого и растут тарифы и цены на все остальное. Так, высокие цены на бензин. Да, горюче-смазочные материалы – это проблемный вопрос, но, тем не менее, здесь тоже мы воспользовались своим правом утверждать торговые надбавки. Хотя торговые надбавки, они составляют в конечной цене нефтепродуктов буквально 10%, но когда мы их утверждаем, мы имеем возможность смотреть вообще все ценообразование. И здесь я хочу сказать, что львиная доля конечной цены на бензин, но вообще на нефтепродукты, она зависит именно от цены заводов-изготовителей. Опять же, эта цена не регулируется, и мы покупаем и смотрим именно по результатам торгов, по каким ценам наши предприятия купили эти нефтепродукты, и утверждаем мы только торговые надбавки. Торговые надбавки – это значит содержание нефтебаз и содержание АЗС-ок, то есть затраты только на эти два вида затрат. И они применяют эти надбавки, мы их утверждаем на одну тонну, и применяя эти надбавки, они туда добавляют ту цену, по которой они купили бензин, и транспортные расходы добавляют. Так, цена на газ. Цена на газ, конечно, тоже животрепещущий вопрос в связи с тем, что мы Северная Республика, у нас на отопление одного квадратного метра уходит почти в два раза больше тепловой энергии, чем средний показатель Российской Федерации, и цена на газ для нас остается одним из очень важных показателей. Здесь я хочу сказать, что несмотря на то, что кажется, что цена на газ очень высокая, на самом деле, когда мы сравниваем свою цену с ценами других субъектов, мы делаем вывод, что цена на газ у нас даже ниже, чем в других субъектах. По сравнению с протяженностью наших газовых сетей, их протяженность намного меньше, при этом цены бывают выше. И здесь еще цена на газ кажется в высокой связи с тем, что все, кто пользуется газом для целей отопления, все платят по приборам учета. То есть в декабре, в январе, в феврале очень высокие платежи получаются за газовое отопление, а летом мы не платим за отопление, за газ. Поэтому обычно жалобы поступают именно в эти месяцы, а потом жалоб уже не становится. Что касается цен на газ на следующий год, я хочу сказать, что здесь у нас появилось новшество, связанное с тем, что в стране объявлена программа до газификации, социальной газификации по поручению президента, которым мы должны обеспечить газом всех наших жителей, проживающих в газифицированных населенных пунктах. То есть не должно остаться домов без газа в газифицированных населенных пунктах. И, конечно, на это требуется очень много денег. Газовые сети у нас, магистральные сети, которые до определенных, или распредсети более высокого давления, они уже не учитывают такой объем застройки, и приходится их перекладывать заново, потом доводить сети до каждого дома. На это все нужны деньги. Поэтому, согласно законодательству, у нас в республике не была утверждена раньше специальная надбавка. Она так называется специальная надбавка на тарифы на газ. И сейчас, связи с тем, что уже начали требовать, чтобы у нас появилась такая надбавка, мы посчитали потребности в инвестициях, которые требуются для газификации населения, и поняли, что нам надо утверждать эту надбавку. И мы решили пойти поэтапно. Мы решили утвердить с 1 июля 2022 года, хотя многие субъекты перешли с января, на утверждение спецнадбавки. И мы сейчас уже утвердили эту спецнадбавку, которая даст, конечно, с июля 2022 года некий опережающий рост цен на газ. По нашим расчетам это где-то 5,8%. Плюс, конечно, инфляция. Если цена на газ утверждается не нами, а Федеральной антимонопольной службой, мы утверждаем только спецнадбавку. И если Федеральная антимонопольная служба примет пожелания предприятий, то здесь может еще инфляция появиться. Но мы прогнозируем, что цена вырастет не больше, чем на 8 или 9%. Это только в этом году. А со следующего года, конечно, там уже только чисто по инфляции пойдем. Так, дальше. Цены в Якутии насколько выше, чем в других регионах Дальнего Востока? Здесь я отвечу, наверное, по кварплате. Мы смотрим и сравниваем себя по кварплате. По кварплате, допустим, по Дальнему Востоку мы находимся на 8 месте по уровню кварплаты. У нас, причем, если мы берем даже по нормативу, как если бы люди рассчитывались за воду, то получается в квартире 63 квадрата, где проживает 3 человека, у нас кварплата составляет в среднем 10,5 тысяч рублей. Чемпионами являются у нас Камчатка 14 300 рублей, Магадан 13,5 тысяч рублей, и Чукотка 13,3 тысяч рублей за такую квартиру. У нас, я еще раз говорю, мы находимся на 8 месте, и наша кварплата примерно равна среднероссийскому уровню. Так, подскажите, предусмотрены ли льготные тарифы для сельских жителей? Да, на коммунальные услуги у нас, вообще на большинство видов услуг у нас издревле, скажем так, сложились льготные тарифы для сельского населения. Так, например, на центральное отопление, это ниже примерно на 30%, на горячее водоснабжение на 25%, на водоотведение на 20%, на электроотопление на 30%, на саму электрическую энергию тоже 30%, и на газ 20%. Вот такое соотношение есть у нас, это нам позволяет делать федеральное законодательство, и поэтому мы этим правом тоже пользуемся. Конечно, понятно, что сельские жители имеют доходы меньше, чем у городских, и здесь льготные тарифы нужны. Вы контролируете цены на такси. Цены на такси мы не контролируем. Здесь утверждению подлежат, согласно законодательству, пассажирские перевозки на автобусах. И здесь пассажирские перевозки у нас переданы нашим законом органам местного самоуправления. И органы местного самоуправления сами решают, как регулировать пассажирские перевозки на автобусы, вот внутри своих муниципальных образований. Что касается межмуниципальных рейсов, вот сейчас закупили новые автобусы и начнут делать рейсы между муниципальными образованиями, то есть с города Якутска до, допустим, Намцев, до Бердегистяха, до Покровска, то здесь эти тарифы будем регулировать мы. Так. Так, на электроэнергию повысятся цены. На электроэнергию у нас тарифы утверждены, цены у нас повышаются здесь с июля 2022 года. Для населения мы утверждаем тот тариф, который нам спускается Федеральной антимонопольной службой. Рост на следующий год составил, так же, как и на коммунальные услуги для населения в целом, 6%. А на сколько вырастут тарифы на коммуналку в этом году? Тарифы на коммуналку в этом году с июля вырастут на 6%. Из них сейчас видов услуг много, которые мы регулируем. Из них сейчас утверждены только электроэнергия на 6%. Утверждена только пока спецнадбавка только на газ 5,8%. Плюс инфляция может быть. И утверждены твердые коммунальные отходы. Но твердые коммунальные отходы вообще отдельная тема. Здесь я хочу чуть-чуть подробнее остановиться. В этом году у нас принята принципиальная новая схема по обращению с твердыми коммунальными отходами. И из этой схемы у нас ушли те населенные пункты, где услуга фактически не оказывается. И это, конечно же, внесло свои коррективы в ценообразование. Здесь хочу сказать, что у нас есть 5 зон по региональным операторам. Вот в центральной зоне, где город Якутск, нам с Бердегистяхи и Покровска, у нас тарифы вырастут примерно от 6 до 10%. Ижатай сюда относится. Восточная зона экологической системы Якутии это центрально-восточные районы. Там росты будут тоже где-то в пределах этих цифр. Но есть у нас УС Алданский и Чуропчинский улусы, где ожидается установление сжигательных установок. Там будет рост повыше. В Алдане рост у нас прогнозируется, утвержден, вернее, в 11%, в Нирюнгере 6%. Вот в арктических улусах у нас тарифы утверждены для ГУПа ЖКХ в среднем тоже от 6 до 7%, но есть три улуса средних, так, Аллайховский, Аннабарский, Момский, где будут установлены сжигательные установки. И в среднеколымском улусе тоже. И новый там оператор появился вот здесь, будет тоже опережающий рост тарифов. Что касается западной зоны, то там сейчас объявлен новый конкурс, вернее, уже прошел новый конкурс, и там региональный оператор разделился буквально на каждый улус. То есть в каждом улусе появился свой региональный оператор. Правда, вот в Илюзьке и Сунтарске и улусе, оба улуса выиграло одно предприятие, Зайдам. От него уже заявка есть, и мы сейчас сядем это смотреть. Но в любом случае до 1 июля пока действуют старые цены по всем остальным. Так, вот по ТКО вот такая очень разная картина. У всех по-своему растут цены. Так, дальше. Дифференцируются ли тарифы на жилое помещение коммунальной услуги в зависимости от качества жилищного фонда? Качество жилищного фонда на коммунальные услуги, оно практически не влияет, потому что независимо от того, какой дом, когда он построен и так далее, все равно тепло надо поставлять. Воду мы потребляем независимо от качества жилищного фонда, от года стройки и так далее, от аварийности и так далее. Поэтому на коммунальные услуги такой дифференциации нет. Другое дело, дифференцируемся мы по типам домов, по типам благоустройства. Но здесь больше дифференциация идет по объемам, в зависимости от того, в каком доме живешь, меньше потребляешь воды или вода у тебя бежит из системы отопления, там уже совсем другие расчеты. А вот жилое помещение, это тарифы мы не утверждаем, это исконно полномочия муниципальных образований в домах, в которых нет управляющих компаний и ТСЖ, а там, где есть, есть они, а они есть у нас в большинстве случаев, там тарифы на жилое помещение утверждаются самими гражданами. Почему стоимость проезда в автобусе подорожала? Ну, я сказала уже, что здесь мы эти полномочия передали органам местного самоуправления, и город Якутск здесь эти полномочия исполняет самостоятельно. Так, как с вами связаться по телефону? Ну, мы публичный орган, как говорится, у нас все и аккаунт спрашивает, что у нас есть и сайт, и инстаграм, и телефоны, и горячие линии есть, это все можно увидеть в интернете на нашем сайте. Так, ну пока, так, а там как смотреть? Так, дальше я расскажу уже, наверное, информацию, которая будет интересна больше для предприятий и предпринимателей, особенно это касается электроэнергии, и особенно это касается тех улусов, где у нас поставщиком является Сахаэнерго, то есть это в основном арктические улусы и некоторые поселения различных улусов. Здесь поставщиком электроэнергии является Сахаэнерго. И себестоимость электрической энергии у нас в среднем по этому предприятию утверждена в размере 45 рублей. А мы платим, естественно, на все меньше, в том числе и юридические лица, и предприниматели тоже. Разница, а разница там исчисляется десятками миллиардов, 11 миллиардов, она финансируется через РУСГИДРА и поступает к нам бюджет, а потом мы распределяем это на Сахаэнерго, есть еще ЕТЭК, Магаданэнерго и ЕГК, есть такие поставщики в этих зонах. Откуда появляются эти деньги? Дело в том, что наши затраты, вот эти 11 миллиардов, взяли и накинули на тарифы других таких же потребителей, кроме населения, центральных регионов Российской Федерации. И РУСГИДРА собирает эти деньги со всех потребителей центральных регионов, аккумулирует их у себя, а потом перечисляет наш бюджет и потом с нашего бюджета идет на предприятие. Так вот, с 2022 года произошли изменения, внесены изменения в Федеральный закон об электроэнергетике, и депутаты, и потребители тех регионов, им, конечно, не нравится, что на них навесили затраты Дальнего Востока, потому что это не только мы, еще 4 субъекта получаем такие субсидии. И было вынесено решение, что для бюджетной сферы и для ЖКХ в течение 5 лет, а для предприятий топливно-энергетического комплекса и драгоценных металлов и камней в течение 3 лет мы будем выходить на экономически обоснованный тариф. Конечно, это большие росты тарифов, при этом по ЖКХ и по бюджетной сфере, благодаря усилиям нашего правительства, нашего главы, на 2022 год удалось отстоять поменьше рост, но, тем не менее, рост есть. Вот, допустим, на предприятии ЖКХ и бюджетной сферы рост случился на 35% с января. Но здесь я хочу сказать, что дополнительные расходы бюджетной сферы нам выделили из федерального бюджета, поэтому бюджетные учреждения получат, соответственно, эти деньги для того, чтобы оплатить за электроэнергию, а для предприятий ЖКХ мы все это включили в их экономически обоснованные тарифы. Поэтому это никак не скажется для населения. Что касается малого-среднего бизнеса, то здесь и прочих предприятий, то здесь прямо правительством Российской Федерации утверждаются тарифы в этих зонах. И с 1 января здесь правительство утвердило тариф 6,78 копеек, это рост на 19%. Но зато этот тариф больше не будет увеличиваться в течение полторы года. То есть увеличится только в июле 2023 года. Вот такие изменения произошли в схеме выравнивания тарифов на электрическую энергию. И нам предстоит в этом году еще большая работа, чтобы все-таки в будущем, по крайней мере, по отрасли ЖКХ, вот все-таки еще раз рассмотрели, вернулись к рассмотрению этого вопроса. Насколько эффективна установка приборов учета? Ну, здесь я хочу сказать, что, да, действительно, приборы учета у нас сейчас появляются повсеместно. И вот когда мы регулируем тарифы на тепловую энергию, мы ярко видим, как влияют приборы учета на объемы потребления. Вот, ну, просто даже проще говоря, есть у нас нормативы, да, установленные еще в 1986 году. Мы по ним еще работаем. А когда устанавливаешь прибор учета, то прибор учета показывает по тепловой энергии, именно снижение расходов, если дом хороший утепленный, до 30-40%. Поэтому, конечно, у предприятий ЖКХ, поставляющих тепловую энергию, доходы падают. Здесь, конечно, секретов никаких нет. И приходится поэтапно это включать в тарифы. Ну, там где-то... Сейчас мы уже практически догнали это снижение этого полезного отпуска. И где-то влияние на тарифы это оказывает не больше 0,5-1% в год. Так, еще я бы хотела рассказать про... Еще мы регулируем льготные тарифы на авиационные перевозки пассажиров между населенными пунктами северными, которые утверждают Министерство транспорта. И еще регулируем мы речные перевозки пассажиров. По авиационным перевозкам у нас решение принято на следующий год. Рост будет 4% льготных тарифов. Раньше, если мы утверждали стоимость авиабилета на каждый маршрут, и потом в течение года, когда менялись маршруты, или появлялись новые маршруты, или аэропорт не мог принять, и летали через другие аэропорты, и возникали другие там расстояния и так далее, каждый раз приходилось менять тарифы, то сейчас мы перешли на утверждение на пассажирокилометр, и это позволяет предприятиям самим сразу тут же высчитывать стоимость билета. И таким образом появилась гибкость в том, чтобы менять эти маршруты. И у предприятий появилась еще заинтересованность летать именно дешевыми самолетами. То же самое и по речным перевозкам. По речным перевозкам раньше вообще отрасль стагнировала, и вот в 2019 году мы приняли решение, что надо увеличить субсидии в два раза и снизить при этом льготные тарифы почти в два раза, потому что предприятия стали ездить из-за дороговизна цен для населения, население очень плохо ездило на речных трамваях, и предприятия стали ездить полупустые, и, соответственно, убытки были большие. Когда было принято это решение, мы увидели, что это было правильное решение, потому что пассажиропоток увеличился в два раза, а количество рейсов увеличилось только на 40%. То есть предприятия стали ездить уже более наполненные, и после этого решения предприятия наши вышли из убытков, и сейчас вы видите, что мы им даже покупаем различные новые суда, и уже более современного класса, типа Валда и так далее. Хочу рассказать об еще одном новшестве, которое у нас произошло в этом году. На самом деле персональное поручение от главы создать подведомственное учреждение я получила еще в 2019 году, но в 2019 году мы не успели решение принять, а в 2020 году нам помешала пандемия. Речь идет о законе. Раньше, в 2005 году, мы передали законам Республики Саха-Якутия различные полномочия, в момент передачи это было 7 полномочий, органам местного самоуправления, чтобы они сами регулировали на них тарифы, надбавки и так далее. Но время проходит, и мы, когда регулируем другие сферы, мы увидели, что нам очень нужны люди на местах для совершенно других видов работ. И поэтому было поручение, я когда рассказала о главе, глава поручил мне создать вот такое подведомственное учреждение, которое будет иметь людей на местах. Но для этого, конечно же, это было бы дублирование полномочий, конечно же, мне понадобилось, чтобы этот закон был практически отменен. Но отменить его не удалось. Мы оставили органам местного самоуправления полномочия по пассажирским перевозкам пассажиров и добавили еще полномочия по подвозу воды. Но там это не обязательная полномочия, это только если они захотят регулировать подвоз воды, они будут регулировать. И здесь мы высвободили таким образом средства и численность служащих и создали тарифное агентство, которое заработает буквально вот на днях. И это тарифное агентство будет иметь в каждом районном центре по одному человеку, так называемому тарифному агенту. Чем будут заниматься эти тарифные агенты? Ну, тоже расскажу не секрет. Когда мы регулируем тарифы, мы руководствуемся только данными предприятий. Конечно же, любое предприятие не заинтересовано в том, чтобы показывать нам все пути своей экономии затрат. Они заинтересованы в повышении тарифов. А мы работаем только с их данными. Некоторые показатели мы просим, чтобы подтвердили главы. Это главы подписывают. Но главы, понятно, что там нет вот таких профессиональных людей, которые могли бы все это проверять и достоверность проверять. Поэтому было принято решение создать такое учреждение вместо этих переданных полномочий, и чтобы эти люди занимались на местах такими делами. То есть они будут заниматься всеми мониторингами, которыми занимались раньше органы местного самоуправления. Это и на продукты, и на лекарства, и на все остальное, где требуются все мониторинги. Иногда бывают очень экстренные мониторинги. С Москвы запрашивают различные цены, тарифы. Потом, самая главная функция этих людей будет заключаться в том, что они будут нам удостоверять правильность, достоверность тех показателей, которые дают нам регулируемые организации для регулирования тарифов. Помимо этого, они будут следить за исполнением ремонтных и инвестиционных программ. Мы должны это следить буквально пообъектно, построен объект или нет, за который заплатили потребители. И если не построен, то мы эти деньги снимаем. И таким образом, а еще есть такое понятие, как схемы. Схемы электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, схемы канализации, схемы ТКО. Но кроме ТКО, остальные все схемы сейчас утверждаются органами местного самоуправления. И, конечно, там получается таким образом, что из-за нехватки специалистов схемы утверждаются в основном в том виде, в каком, опять же, предъявило свои пожелания предприятия. И там принимаются очень неэффективные решения. Строятся теплотрассы параллельно имеющиеся, при имеющейся незагруженной котельной строят новую котельную. В общем, таких моментов много, которые дают удорожание тарифов. И вот наши агенты, они будут помогать органам местного самоуправления именно принимать такие схемы, которые будут давать именно эффект и не давать повышение тарифов. Вот это тоже одна из главных задач. Также эти агенты будут участвовать во всех контрольных мероприятиях, которые мы проводим. И они бывают и по линии прокуратуры, они бывают и плановые с нашей стороны, они бывают и внеплановые, когда мы получаем жалобы граждан. Мы берем санкцию прокурора, идем проверять. Вот на все, на все это нужны будут люди на местах, которые будут заниматься этим. Помимо этого, мы видим, что эти люди, они будут работать на местах еще не только с предприятиями, поставщиками, но и с потребителями. То есть мы им вменим в обязанности прием населения и прием потребителей в виде индивидуальных предпринимателей, каких-то детсадов, сотрудников детсадов, школ и так далее, чтобы объяснять им, допустим, разъяснять, какая квитанция, что правильно, что неправильно начислено и так далее. Вот такая большая работа у нас предстоит. Сейчас идет набор людей, главы нам представляют свои кандидатуры, мы из них отбираем подходящих людей. Конечно, эти люди должны быть очень универсальны, это должны быть люди с техническим образованием, которые зайдут в любую котельную и разберутся там, и скажут, где что неправильно. И в то же время эти люди должны уметь разбираться и в ценах на продукты питания, и в ценах на лекарства и так далее. Конечно же, в начале работы мы этих тарифных агентов будем очень часто, и в основном, в основное время у них будет уходить на то, чтобы учиться. Учиться всему тому, что мы умеем делать сами, и чтобы они с места уже нам помогали. И мы очень надеемся, что это предприятие станет на ноги и привнесет результаты в нашу деятельность. Ну, еще есть у нас проблема, возникла проблема в Нерингре сейчас. Предприятие взяло, досчитало начисление кварплаты по тепловой энергии по показаниям приборов, учета за прошедший год, и получился очень большой рост. Мы сейчас получим, вот буквально завтра получим, мы уже видим, что она придет, жалобу от главы города Нерингре, и в котором они пишут, какие росты произошли у людей, кварплаты, и будем с этим разбираться. Дело в том, что согласно порядку начисления коммунальных услуг, когда в доме стоит общедомовой прибор учета тепловой энергии, а проживающие в нем, значит, решили платить равномерно в течение года, а не каждый месяц по прибору учета, то там как делается? Там берется показатель приборов учета за прошлый год и делится на 12 и предъявляется людям. А потом по истечению года разница между фактическим показателем прибора учета и тем, что было начислено или доначисляется, или наоборот списывается с платежей граждан. К сожалению, в 2021 году зима сложилась холоднее, чем в 2020 году, значительно холоднее. Вы помните, что в январе мы тут сидели полностью, практически с 50 градусами, минусы, да? И, к сожалению, получился вот такой перерасчет в большую сторону. Поэтому с этим вопросом мы будем разбираться. Дальше. У нас в городе Якутске есть построено новое ГРЭС-2. Мы все знаем, вот на горе стоит ГРЭС-2, да? У нас был дефицит электроэнергии, построили станцию, но мы знали, когда строили, что у нас тогда появится профицит тепловой энергии, потому что станция работает в комбинированном режиме. И изначально стоял вопрос о том, чтобы максимально город Якутск перевести на тепловую энергию от ГРЭС-2. Во-первых, у других поставщиков города тарифы намного выше, чем у Якутска Энерго. Допустим, у АО Теплоэнергии в два раза выше, да? И у Кубшикахо тоже в два раза выше. И это во-первых. Во-вторых, когда все находится в единых руках, там легче смотреть, где можно что соптимизировать и сделать так, чтобы повысить качество услуг. Таким образом, было принято решение и подписано соглашение между главой ИРУС-Гидро и городом о том, чтобы создать так называемое единое теплоснабжающее предприятие. Предприятие будет создано с июля по дорожной карте. Ну, может быть, чуть позже там. Сейчас идут имущественные вопросы, решаются. Но я хочу сказать о том, что с января уже частично, на самом деле, это предприятие, вот такое объединение уже произошло в части потребителей зоны промкомплекса. Это потребители, которые находятся, начиная от улицы Лермонтова по Вильюйскому тракту, слева от Вильюйского тракта. И вот эти вот потребители, юридические лица и предприниматели, не население, а именно юридица. Они же платят экономически обоснованный тариф, который в три раза выше, чем население платит. Они получат, они до этого получали тепловую энергию от АО «Теплоэнергии», а с января они будут получать тепловую энергию от АК «Якутскоэнерго» по тарифам «Якутскоэнерго». И здесь получится снижение тарифов на 28%. Вот такое хорошее дело у нас случилось в этом году, в 2022 году. Не всегда повышаются тарифы, бывают иногда и снижаются. И вот в будущем, когда создаться единая теплосетевая компания, потребители АО «Теплоэнергии» получат снижение тарифов, а потребители «Якутскоэнерго» получат чуть-чуть совсем повышение тарифов, потому что объемы потребления у «Якутскоэнерго» намного выше, чем у АО «Теплоэнергии». К чему это приведет? Это приведет к тому, что будут у нас производиться переключения и будут уходить скотельные АО «Теплоэнергии», и тогда у нас появятся свободные средства для того, чтобы их инвестировать в дальнейшие переключения. Вот такая хорошая, большая схема у нас заработает с июля этого года. И в теплоснабжении города «Якутска» произойдут хорошие, большие, позитивные перемены. А вот как раз спросили, а тариф снизится в связи с объединением или ликвидацией некоторых маленьких котельных? А то читал где-то. Да, именно вот тарифы для потребителей АО «Теплоэнергии» снизятся, и ГУП ЖКХ, а для потребителей АО «Якутскоэнерго» чуть-чуть повысятся. Конечно, будет повышение, но это в пределах разумных пределов. Мы будем, если это и надо, это делать будем поэтапно, и снижение, и повышение будем делать. Самая главная цель этого объединения – это в будущем, путем переключения от котельных на «Якутскоэнерго» получать инвестиции и этими инвестициями делать дальше переключения, и это сможет сдержать рост тарифов в целом по городу Якутску на долгие годы. Вот для этого сделано вот такое решение, подписано такое соглашение. Так, наверное, время уже выходит, да? Ну, я думаю, что отведенное мне время уже заканчивается. Я хочу пожелать всем здоровья наше в смутное, скажем так, время, да? И хочу сказать, что правительство республики делает все для того, уж поверьте мне, пожалуйста, делает все для того, чтобы тарифы для населения были обоснованы обоснованы и не были обременительны для наших граждан. Спасибо всем большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!